Ребята, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у меня сегодня обзор на Многомать. Да, на канал Многомама. Честно, я когда смотрю Юлькины влоги, меня они начинают в последнее время очень даже веселить, потому что влог от влога к влогу все одно и то же. Самый настоящий, как я уже говорила, день сурка. То есть Юля нам без конца демонстрирует. Встали, поели, поспали, что-то там приготовили, опять поспали. И, конечно же, она себя демонстрирует во всей красе нам, как бьюти-блогер, без конца демонстрируя то одну маску, то полоски для лица от черных точек. Ну и так далее, по кругу и все это, знаете, никогда не заканчивается. Я смотрю на ее просмотры, прекрасно понимаю, что они действительно падают. А также, между прочим, у нее огромное количество дизлайков. Наверное, это все-таки повод для Юльки задуматься, что действительно пора что-то менять. Но я смотрю, Юля менять ничего не собирается. Ей вообще, в принципе, и так достаточно неплохо. Да, показывает она свой очередной день, говорит, вот, мол, сегодня куча дел, провожает детей в школу, завтра начнутся каникулы, жарит рыбу, далее опять, друзья мои, подходит к своей морозилке. И, кстати, начинает показывать то, что показывала несколько дней тому назад на своем втором канале. По-моему, Юлия Лайф он называется, насколько я помню. Так вот, и вытаскивает, как раз-таки копается в недрах этой морозилки и вытаскивает все то же самое и говорит абсолютно ту же информацию, которую я выдавала несколько дней на втором канале. Для чего? Это мне совсем непонятно, да? Потому что многие, кто ее, допустим, смотрит, понятное дело, что они смотрят оба ее канала. Ну, скорее всего, да? Ну, а вообще, в принципе, показывает морозилку, говорит так и так, говорит, вот, смотрите, сколько снега, там действительно огромный налет вот этого снега. Она говорит, вот, мол, в принципе, ее размораживать не надо, а эта морозилка должна размораживаться сама. Слушайте, ну, на самом деле, такого допускать нельзя. Если она сама у тебя не размораживается, то размораживать ее надо не раз в год, а значительно чаще. Иначе можно просто, вот, полетит вот эта морозилка и, в принципе, все. Я не знаю, что Юльке мешает взять и разморозить все это дело, да? Тем более, когда ты наводила марафет в этой морозилке, ты могла, кстати, отключить ее и разморозить, и все бы у тебя было хорошо, сидишь тут дома постоянно. Далее демонстрирует уборку, все нормально, все, как говорится, при деле, все хорошо. Показывает свои покупки, говорит, у нас сегодня зарплата, накупили они себе сладости, молочные продукты, тут же, смотрю, едят, сидят все подряд, и сладости, и творог, и все на свете. Ну, а Юлька говорит о том, что ее потянуло на сладости, хочется их есть постоянно. Невероятно. Тут же сидит, тут же чавкает, и тут же болтает, я не знаю, но, в принципе, ладно, дети, особо я не слышала, да, как они там едят, не прислушивалась, но Юлькина чавканье было слышно очень и очень сильно. Друзья мои, далее обычные выходные, говорит, все, каникулы начались, ну, Юлька уселась все это дело вещать, знаете, с масочкой на лице. Я вот всегда говорю о том, что, блин, блогерам неужели некогда сделать маску, да? Надо обязательно в таком виде выйти к зрителю. В таком виде, да, показать, что смотрите, смотрите, я настолько близка вместе со зрителями. Блин, ну, это же можно сделать вообще отдельно, отдельно, да, и выйти уже к зрителю, как говорится, при параде. Но, в принципе, это делают те, кто, так скажем, уважает своего зрителя, да. Ну, или, может быть, если бы это был человек достаточно, так скажем, занятой, да, можно было бы понять, когда бы он нанес маску и посидел с этой маской вместе со своим зрителем. Но здесь Юлька 24 на 7 находится дома, поэтому что ей мешает сделать маску до своего, так скажем, очередного очень познавательного влога. В общем, да, далее достает свои нитки, говорит, буду вязать, буду вязать коврик в ванную, перекладывает эти нитки из одной стороны в другую сторону. Ну, в общем, я смотрю на нее, честно, я, наверное, ребят, чего-то не понимаю. Вот каждый день абсолютно одно и то же, да, из пустого в порожнее просто все одно и то же. Показывает, что будет готовить, очередная маска, полоски от черных точек. Честно, это просто, конечно, какой-то кошмар. Вы знаете, я не знаю, что у нее происходило раньше в жизни, потому что я ее не смотрела на постоянной основе, но у меня складывается такое ощущение, что у нее действительно нет никаких друзей, нет никаких подруг, нет никаких поклонников. Будто она сама себя вот как заперла, да, в этой квартире и сидит исключительно, смотрит только по сторонам. Так, ага, сегодня понедельник, да, проводит детей в школу, смотрит в окно. Сегодня понедельник. Сегодня прогноз погоды такой, сегодня у нас пасмурно. Дальше, следующий день. Картина та же, Юлька рассказывает. Сегодня вторник, сегодня у нас, значит, солнечная погода и все хорошо. Блин, неужели тебе самой не стрёмно вот так вот сидеть, находиться 24 на 7 в своей квартире, да, запертой в этой картонной коробке, но это же просто какой-то кошмар, да. Понятное дело, что сейчас локдаун, сейчас пандемия, но ведь можно выйти куда-то в любом случае в парк, куда-то на природу, да, вместе со своими детьми, составить какой-нибудь маршрут, какой-нибудь... И вообще я, в принципе, я вот даже на детей-то смотрю, за эти несколько дней, которые она снимала влоги, то есть каждый день она снимала какой-то влог, да, я особо-то не вижу даже со стороны детей, чтобы они тоже куда-то хотели ходить, чтобы они тоже что-то посещали, да. Ну, понятно, кто-то из них там ходил в школу, да, но была вылазка у девчонок к бабушке, вот они сходили к бабушке, то Юлька там сидела, потом, ой, вот они уже должны были прийти, они должны были прийти, они должны были прийти, но если ты так переживаешь, да, что тебе мешало тоже пойти вместе с ними к своей матери и как раз-таки, да, провести там, так скажем, время и вообще хотя бы просто сменить даже обстановку. Если честно, я совсем не понимаю, как можно так жить. Далее показывают, как Снежка готовит подарок Алине, да, делает своими руками, ну, и распаковка от этого шин, по-моему, да, не знаю, никогда там не заказывала, не знаю, в общем, что это за вещи, но, вы знаете, глядя на вот то, что заказывали, то, что вытаскивала Алина, как раз-таки распаковка была от нее, потому что Юлька сослалась на то, что у нее был флюс, и она говорит, распаковка будет от Алины, но я буду, мол, комментировать на заднем плане, да. Вытаскивали непонятные какие-то костюмы для девчонок какого-то непонятного болотного цвета, да, достался костюм, по-моему, Снежки, у Алины был белорозовый костюм, в общем, все какие-то вещи странные, платье для Юли, которое она себе заказала на лето, просто какого-то ужасно непонятного цвета. Лукьяну досталась ветровка, в итоге, да, заказывали на осень, она говорит, ну, ничего будет на следующий год, но если он влезет в эту ветровку на следующий год, да, если он не вырастет из нее, в общем, как-то, да, очень интересно, все куча шматья непонятного какого-то темного, темного такого, знаете, гнетущего, мрачного цвета, все какое-то непонятное, качество, видно, оставляет желать лучшего, боже ты мой. Неужели нельзя заказать себе какие-то нормальные вещи, более позитивные, да, более современные, более модные, и вообще померить вещи, прежде чем вы их покупаете, оплачиваете, да, то есть проблем с этим в наше время нет абсолютно никаких, но нет. На заказывали непонятно что, Юлька заказала себе какую-то куртку с аппликацией сзади, она говорит, ой, боже ты мой, я не знала, что там аппликация, говорит, не-не-не, такую-то я точно не одену, но сразу видно ширпотреб, но видно, что ужасный вид у этой куртки, ужасного она качества, боже ты мой, я не знаю, по мне так лучше купить какую-нибудь одну вещь, но хорошую, нежели покупать постоянно, да, какие-то вещи, но я так понимаю, что шеин приходит им как раз-таки на обзор, поэтому, соответственно, они ничего за него не платят, но внешний вид, и вообще все это, ну, не произвело абсолютно никакого впечатления, по мне, это самая настоящая антиреклама в их лице, да, друзья мои, именно так, ну, что ж, да, какой-то очередной день, она проснулась, и говорит, сегодня погода хорошая, думаю, ну, может быть, сейчас соберется, возьмет своих детей в кучу, и отправится куда-нибудь на прогулку, ну, где там, она просто заглянула в окно, и говорит, ну, ничего, пойдем, ты мне, Лукьян, поможешь, значит, приготовить творожные, вроде как, рогалики, да, то есть, что к чему, непонятно, неужели нельзя было собраться вместе с детьми, и пойти погулять, подышать свежим воздухом, насладиться вот этой вот осенью красивой, тем более, когда сухая погода, и на улице еще светит солнце, понятно, не греет, но все-таки на улице все равно приятно гулять, нужно дышать свежим воздухом, тоже нужно, да, честно, вот я на нее смотрю, сидит какая-то угрюмая, сидит, ведь, по идее, еще молодая женщина, ни друзей, ни подруг, ничего у нее нет, все разговоры крутятся, только что приготовить поесть, да, какую масочку себе сделать на лицо, боже ты мой, сама уже бледного цвета, непонятно какого, видимо, как раз-таки из-за недостатка кислорода, сидит дома с этими масками, сидит, как эта бабка какая-то старая, вместе с этими, значит, перебирает, то с одной стороны перекладывает эту заморозку, с другой стороны перекладывает вот эти вот нитки, я буду вязать коврики для ванны, да нафиг они тебе нужны, господи, эти коврики для ванны, неужели себе не найти какое-то более такое, знаете, интересное занятие, да, от чего ты уже в конце концов можешь проснуться сама, ну, правда, вот ее так и хочется встряхнуть, вроде молодая женщина, а ведет себя уже, как будто она уже давным-давно на пенсии, и у нее, как говорится, ей больше ничего в жизни не свечет, да, пойди докупи себе нормальный коврик для ванны, какой-нибудь хороший, нет, какую-то фигню вяжет, даже вот я посмотрела по цветовой гамме, это просто какой-то кошмар, самый настоящий, вообще Юлька какая-то тухлая сама по себе, и канал у нее какой-то тухлый, вот просто без эмоций, словно в ней нет ни одной эмоции, какой-то безжизненной, да, и в логе по сути ее получается тоже ни о чем, вот честно, я вот думаю все время, как ей не скучно от самой себя, с таким человеком рядом, вот с человеком с такой энергетикой, точно можно заснуть, и вот как-то, ну, это ужас, знаете, я вот все равно смотрю, думаю, как можно впустую тратить свои годы, как можно сидеть, как неприкаянной в этой квартире, и никуда оттуда не выходить, не знаю, может быть, конечно, городок маленький, и ей вот эта вот слава жить мешает, я понятия не имею, но вот, может быть, конечно, ее не очень любят, так скажем, ее вот эти вот, прошу прощения, да, может быть, ее, конечно, не очень любят в городке, я не знаю, все-таки городок, насколько я понимаю, маленький, да, но в любом случае, как-то можно было себя занять, даже в таком маленьком городке, и что-то себе придумать, какое-то занятие, потому что Ютуб Ютубом, но видно, что она себя даже на Ютубе реализовать не может, такое ощущение складывается, что просто человеку не хочется работать, поэтому она снимает свои вот эти вот ролики и выкладывает, и ролики у нее получаются точно такие же, как и ее настроение, да, то есть сразу видно, когда человек на Ютубе ведет свой канал, если человек получает кайф от своей работы, это очень заметно, сразу же видно, да, это видно по подаче блогера, по его настроению, по его отношению к своей работе, а здесь я не вижу ничего, кроме какого-то вечного, знаете, унылого выражения лица, вечного негатива, вот это что воля, что неволя, все равно, но это опять же мое мнение, конечно, может быть кто-то со мной и не согласен, друзья мои, но в общем, да, как-то так, вот такой у меня получился обзор, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, все, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и конечно же всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok